Денис Попович, военный обозреватель, с нами на связи. Денис, рады приветствовать. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, о ситуации на фронте. Вот смотрите, Купинское направление, ВСУ отбили ряд позиций в районе Табаевки. На Авдеевском стабилизируется ситуация на линии Бердичи. Орловка тоненькая, но это коротко, если цитировать так, Институт изучения войны. Если детальнее, какова обстановка на этих направлениях? Ну, в принципе, если общими словами говорить, так оно и обстоит, дела. То есть, Синьковка держится на Купинском направлении, там у врага ничего не получается. Хотя мы постоянно слышим о Купинском направлении, как об одном самым напряженном участке фронта, где враг старается и будет стараться прорваться в Купинску. Запад-Авдеевки сейчас в центре внимания, вот эти вот поселенные пункты, которые упомянули, за них идут бои. Там фиксируется продвижение противника, хотя у командования есть мнение, что ситуация там стабилизировалась. Но я думаю, что нам пока рано праздновать по этому поводу успех. Почему? Потому что там накапливаются резервы. Я не думаю, что враг оставит пытки там дальше пытаться продвинуться, пользуясь своим преимуществом огневой мощи и тем, что вполне возможно фортификация там не очень бытова, либо готовится. Таким образом, там события еще впереди и наступательный потенциал сохраняется. Еще можно отметить Бахмутский участок фронта, там есть угроза для часового яра. И если противнику удастся там продвинуться, войти сейчас в ярд, и тем более выведут наши войска, чего, как мы надеемся, не произойдет, тогда он там получит преимущество и сможет и угрожать нашим войскам в юго от Бахмута и продвигаться в сторону Славянска-Краматовска. Ну, то есть, по сути, давление по всему фронту продолжается. Ну, наиболее опасным до сих пор остается участок Запада-Давдея. Ну, вот британская разведка пишет о том, что Россия готова вести массированную войну на истощение. Ну, формулировки, да, у них такие специфические, что у американцев, что у британцев. Но это касается человеческого ресурса. Насколько этот ресурс велик у России, и правда ли вот это продвижение на Авдеевском направлении? Ну, вот, как говорят наши военные, они шли на эйфории, на энтузиазме, россияне шли вперед, но сейчас заметно темпы уменьшились. Вот сколько здесь именно этой эйфории у российских войск, а сколько вот использования этого бесконечного российского ресурса мобилизованных? Ну, вопрос о возможностях российского людского ресурса, он относится к разряду риторических. Безусловно, он больше, чем украинский. Несколько раз. Поэтому, если мы будем вести войну люди против людей, не используя симметричные способы и не выискивая, скажем так, возможности, ну, опять-таки, повторюсь, асимметричное уничтожение противника, то ресурсы против ресурсов, нам будет трудно с ними соперничать. Об этом говорил Валерий Залужин. Эйфория, да, у них она была после захвата Авдеевки. Они пытались на плечах наших отступающих войск продвинуться как можно дальше. Но в целом у них это слишком далеко не получилось сделать. Однако, как я уже говорил, резервы у них все еще присутствуют, они их перебрасывают. В частности, это касается авиации. У них сутки четвертые носители кабов сбивались. Несколько машин было уничтожено на этом направлении, по всей видимости. Они будут перебрасывать еще машины, поскольку кабы достаточно эффективны. Они, в общем-то, определяют преимущество воздуха на этом участке фронта. Поэтому, опять же-таки, хочу сказать, что нельзя утверждать, что здесь они отказались от своих наступательных планов. Пока потенциал присутствует, вполне возможно, он иссякнет. Но даже, скорее всего, невозможно вести наступление, несять такие огромные потери. Невозможно стоить бесконечно. Однако, когда это произойдет, пока прогнозировать крайне сложно. Ну, вот, если дальше продолжать тему авиации, опять же, по формулировкам Институт изучения войны говорит, Россия готова жертвовать авиацией ради продвижения на Авдеевском направлении. Вот это большое количество сбитых самолетов. Это именно из-за того, что как раз и пытаются россияне на этом направлении давить, и тут сталкиваются с нашей противовоздушной обороной. Или же это некая расслабленность россиян, ну, беспечность. Или же на вот эту ситуацию влияет потеря А-50, и радиолокационный охват уменьшился именно этого участка фронта. Ну, во-первых, они теряют самолету не только на Авдеевском направлении. А во-вторых, отвечая на ваш вопрос, это, первое, А-50, поскольку А-50, он отслеживает поле боя, выводит целеуказания, он там видит, где стартует авиация. Ну, в принципе, он отслеживает установку и передает ее наземным войскам, то есть обеспечивая им ситуационную осведомленность. Это во-первых. А во-вторых, да, это настырность российской армии. Они их используют, нарываются на ответ на огонь и таким образом теряют этот самолет. Далее цитата. Главком Сырский имеет карт-бланш на кадровые изменения в армии. Об этом сказал в видеообращении президент Зеленский. Какие могут быть изменения в этом отношении на фронте и с чем они могут быть, по-вашему, связаны? Сам Александр Сырский на этот вопрос ответил. Он писал о том, что он приехал по линии фронта. Увидел, что есть недостатки среди командирования некоторых бригад. Направил туда специалистов для того, чтобы передать опыт и передать определенные знания. Вполне возможно, там будут кадровые перестановки. Денис, а что касается снарядов. Вот чешская инициатива, по которой Украина может получить 80 тысяч снарядов. И вот в Минобороны Чехии заявили, что в ближайшие недели первые поставки могут быть. 15 стран обязались помочь в закупке этих боеприпасов. А как это происходит? И когда, может быть, будут известны детали такой сделки? 800 тысяч снарядов вышла, да. Детали этой сделки в районе будут известны по одной простой причине, что Чехия держит в тайне те государства, те места, где эти снаряды были ею найдены. Почему это происходит? Потому что Российская Федерация, узнав эти места, может, в общем-то, вмешаться в это дело и финансово перебить эту сделку, предложив более выгодные условия, и таким образом, в общем-то, нарушив этот план. Поэтому Чехия держит эту информацию в секрете. Единственное, что можно сказать, что, очевидно, они находятся где-то далеко. Поскольку, если речь идет о нескольких неделях, и при тех условиях, что эти снаряды уже, ну, если эти деньги уже есть, и, в общем-то, готовы эти снаряды закупать, то вопрос только в логистике. А когда речь идет о нескольких неделях, понятно, что не в Европе, скажем так. Денис, давайте подсчитаем, да, немного посчитаем с вами. Вот, смотрите, представитель Гурминобороны Украины Вадим Скибицкий отметил, что в прошлом году Россия изготовила около двух миллионов снарядов. Плюс Северная Корея работает как один снарядный завод для России в полной мощности. Правда, сейчас говорят, что западная и южнокорейская разведка, кстати, отмечают, что КДР приостановила поставки. С другой стороны, ЕС к концу этого года обещает выйти на производство двух миллионов снарядов в год. Плюс, вот о чем говорила моя коллега Аня, пражская инициатива 800 тысяч снарядов. Но вот если все эти составляющие сложить, когда мы можем прийти к некому паритету в снарядном вопросе на фронте? Ну, тут нужно перед глазами калькулятор иметь для того, чтобы посчитать все возможности. Сейчас мы можем исходить из тех цифр, которые мы знаем. Это примерно 2000 снарядов мы выстреливаем. И это несколько раз меньше, чем это делает Российская Федерация, благодаря собственным возможностям плюс помощи Северной Кореи. Если придут 800 тысяч снарядов, ну, это зависит от того, я имею в виду по чешской инициативе, это зависит от того, на какой мы период это все распределим. Если это будет год, ну, тогда чуть больше 2000 снарядов в сутки по чешской инициативе. Если это будет там полгода, то, соответственно, в два раза больше. Если это будет в три месяца, то вот опять-таки, значит, другое будет количество. Многое зависит от темпов производства в Европе. Многое зависит от наших темпов производства. Многое зависит от того, как быстро Соединенные Штаты Америки примут соответствующие политические решения и разблокируют нам помощь. То есть у нас будет совсем другой. Поэтому на ваш вопрос, как быстро удастся достичь паритета, ну, крайне сложно ответить. Собственно говоря, и со стороны Российской Федерации тоже возникают вопросы. То есть вы правильно заметили о том, что сейчас есть информация о том, что Северная Корея приостановила передачу снарядов Российской Федерации. Как долго будет длиться эта пауза? С чем она связана? Будет ли возобновлена эта передача? Тоже вопрос. Поэтому сказать, что вот мы достигнем паритета через три месяца или через полгода, я, к сожалению, вам не могу. Ну, я думаю, сложно будет ответить и на следующий вопрос, но, по крайней мере, составляющие этого вопроса можно озвучить. Так вот, новость одна из последних, что Финляндия разрешила Украине атаковать территорию России своим оружием. Ну, здесь, скорее всего, речь идет об обычном, так сказать, вооружении. Стоит напомнить, что глава СБУ Малюк в свое время еще раз сказал о законных военных целях на территории России, ну, очевидно, имея в виду украинское вооружение. Вот когда вот эти две составляющие могут сойтись? То есть удары всеми видами оружия по территории страны-агрессора станут легитимными, скажем так, для всех. То есть и для западных партнеров, и для Украины. Ну, вы правы, это сложный вопрос. Например, как на него можно ответить, если мы не знаем, например, сроки того, когда Таурусы прибудут в Украину? А когда они прибудут, и при каких условиях? А когда, скажем, будет дано разрешение на то, чтобы бить скальпами или штормшедовом по территории Российской Федерации? А может, оно уже дано, понимаете? Было достаточно интересное заявление Янгса Столтенберга о том, что F-16 также могут использоваться для ударов по территории Российской Федерации. Вооружение в 16-х, которое мы получим вместе с самолетами. То есть, когда, скажем, где потоки, все потоки садутся в один, прогнозировать крайне сложно, потому что, в общем-то, речки вытекают в разное время и из разных источников, да, и с разной интенсивностью. Поэтому ваш вопрос также очень сложный. Но, по меньшей мере, вы некоторые составляющие тоже присовокупили к этому делу. Да, будем надеяться, что вопрос решится в позитиве. Но, кстати, в этом контексте Эммануэль Макрон в Париже, где собрались европейские лидеры, заявил о том, что будет создана коалиция для поставки Украине ракет средней и большой дальности. То есть, даже если не говорить о каких-то условных Таурусах, этот вопрос все-таки будет решен. И, так или иначе, Таурусы или их аналоги, скажем так, будут все-таки поставлены Украине. Как вы считаете? Так я вам дальше больше того скажу. Вот сейчас по информационному пространству крутится заявление экспорта США в НАТО. До алдера про то, что генштаб Франции якобы предлагал НАТО создать коалицию для отправки войск в Украину. То есть, сейчас вообще Франция пытается стать лидером в отношении украинского кейса. Поэтому тут прогнозируют, может, что угодно на самом деле. Честно говоря. К этому вопросу, кстати, вот и Канада присоединяется, что, мол, министр обороны Канады заявил, что готов отправить ограниченное число военных для обучения вооруженных сил Украины на территории Украины. Но при условии, что военнослужащие будут находиться вдали от линии фронта. Но, кстати, глава МИД Франции говорил, что предположил, по крайней мере, что это могут быть спецы по разминированию или по киберзащите и так далее. То есть, некий такой контингент натовский возможен, по крайней мере, по мнению французов и канадцев. Но как вы рассматриваете вот такую возможность, но, по крайней мере, присутствие, пусть не на поле боя? Вы знаете, окно вертона, то, что раньше было недопустимо и, в принципе, не обсуждалось, сейчас уже начинает обсуждаться. И обсуждается все более и более упорно и все более и более явно. Ну, окно вертона расширяется, и расширяется стремительно. И весьма не исключено, что вскоре от обсуждения перейдут в дело. Буквально две недели назад мы с вами во сне не могли представить себе, что кто-то вообще предложит такую опцию, как переброска войск, страны-членов НАТО в Украину, для того, чтобы поддержать нас в российско-украинской войне. А тем более, если такое предложение будет звучать от Франции. Ну, как бы Франция вообще до войны, до широкомасштабного вторжения, занимала, если не про российскую позицию, так нельзя, наверное, говорить, то весьма осторожно к этому отношению. Сейчас мы видим, что они пытаются стать лидерами. В украинском кейсе. Ну, вот, Денис, по поводу заявлений Польши. Они говорят, спикер Сейма Польши, сказал, что присутствие солдат НАТО в Украине только ухудшит ситуацию. В чем он может видеть проблему? Почему существуют такие опасения? Ну, знаете, это как все время с танками. Да, то есть, давайте не будем передавать танки, потому что будут эскалации. А давайте не будем передавать дальнобойные ракеты, будет эскалация. А давайте не будем передавать атакам, будет обязательно эскалация. Вот, не дай Бог, Украину ударить по Крыму, ну, точно начнется ядерная война. Да, то есть, ничего не началось, никакой эскалации не было, ну, кроме выкриков Медведева. Да, то есть, сделанных, очевидно, в сумеречном состоянии души. Вот, но сейчас есть смелая инициатива Макрона, если она будет реализована. И никакой эскалации, опять-таки, не будет. Но я думаю, что те, которые сейчас к этому относятся с сомнением, и в том числе и Польши, и в том числе и другие государства Европейского Союза, и страны-члены НАТО, они могут подтянуться за этим. Давайте с вами поговорим по поводу деятельности так называемых неравнодушных россиян. Это их так называют в украинской разведке, которые готовы партизанить на территории России, защищая таким образом Украину. Ну вот, на днях была подстанция, которая питает несколько заводов российского ВПК. И вот последняя информация о недавнем взрыве на железнодорожном мосту в Самарской области, который тоже неким образом был задействован в перевозке боеприпасов. Как вы оцениваете подобную деятельность на территорию России? Ну, ее нужно лишь масштабировать, особенно в плане уничтожения мостов и транспортной инфраструктуры, а не только транспортной инфраструктуры. Есть неравнодушные люди, они, очевидно, и наводят, и дают соответствующую информацию, и помогают наводить удары. Поэтому, как ее можно оценивать? Только положительно, с нашей точки зрения. И чем больше таких людей будет, тем, в общем-то, куда более успешнее мы будем подрывать военный потенциал Российской Федерации. В своем... Забыл формулировку, в принципе, не очень-то интересовался. Обращение к Федеральному собранию или еще к чему-то там. Путин очень громко отзывался о российских буревестниках, сарматах. Вот. А по данным Института изучения войны, недавно проведены были испытания баллистической ракеты ЯРС и так далее. Насколько все эти вот испытания, заявления близки к реальности? Или это Путин уже чувствует, что на самом деле серьезная угроза со стороны наших союзников в вопросе передачи нам дальнобойного оружия, ракет дальнего радиуса действия? Ну и вот это такой метод запугивания Запада. Ну это метод запугивания и блефа. В общем-то, все эти слова и выражения и действия уже получили оценку со стороны представителей НАТО, которые заключаются в том, что нет угрозы использования ядерного оружия на сегодняшний день. То есть, соответственно, просто Путин пытается показать, что это все еще ядерная держава, которая... Ну и все еще, это ядерная держава, которая что-то из себя представляет, и с ней шутки плохие. Скорее всего, это было сделано как раз в ответ на заявление Мануэля Макрона о возможности ввода войск стран-членов НАТО в Украину. То есть, подхода к очередной красной линии. Но у меня есть сомнения, глубокие сомнения, что дальше заявлений, дальше испытаний пойдет речь. Поскольку ЯРСы, и прежде всего ЯРСы, это межканинентально-баллистическая ракета, и угроза может быть направлена только против Соединенных Штатов Америки. То есть, испытывать ее на расстоянии, скажем так, в средней дальности, а тем более, скажем, против Украины, оно было бы в высшей степени не то, что проблематично, а как из пушки по воровьям. Денис, спасибо за ваши комментарии. Рады будем видеть вас снова в нашем эфире. С нами на связи был военный обозреватель Денис Попович. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова